Глава двадцать шестая второй книги Пролепоменон Шестьдесят два года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иехолия из Иерусалима, и делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян, и помогал ему Бог против филистимлян и против орвитян, живущих в Гур-Ваале, и против Меунитян. И давали аммонитяне дань Ахозии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Азии башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и исек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иела, песца и Маа Сеи, надзирателя под предводительством Ханамии, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прачные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом Своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре кадильном, и пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сына Моса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо, говорили, он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Игорь. 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 Продолжение следует...